Всем привет! С вами Евгения Саженцева. Я психолог-практик, также богослов по образованию. Мы с вами продолжаем говорить на тему НРЛ – нарциссическое расстройство личности. Многие, кто приходит на мой канал, знают, что это такое. Поэтому углубляться в данном видео я не буду. А многие уже вышли из отношений с нарциссами. И я думаю, что многие из вас находятся на стадии восстановления. Когда вы уже много почитали, посмотрели про нарциссов, поняли, что нужно от этих людей отстраняться. И нужно восстанавливать себя. Приходить к качественной, счастливой, свободной жизни. Именно для вас я сегодня хочу сказать пару слов. В тот момент, когда вы уже ресурсны, когда вы снова радуетесь, когда улыбка на ваших устах, упаси вас Бог написать нарциссу. Я знаю, что хочется так чисто по-человечески сказать ему, «А у меня всё хорошо, всё наладилось в моей жизни без тебя». Или, может быть, даже и без такого, знаете ли, оттенка того, что вот с тобой всё было плохо, а сейчас всё хорошо. Да просто поделиться новостью. У меня, честно говоря, тоже сейчас всё в жизни хорошо. Но счастье любит тишину. Когда вы начинаете сообщать нарциссу, что у вас в жизни что-то наладилось, всё стало хорошо, нарцисс, естественно, будет вам завидовать. Но он не скажет вам прямо, «Я тебе завидую, сейчас я приду в твою жизнь и буду всё рушить». Нет, он может наоборот сказать, что «А давай встретимся, а давай пообщаемся». Потому что нарцисс, как правило, бросает вас в таких сложных обстоятельствах, когда действительно нужно проявить эмпатию, которой в нём нет. Он бросает вас в те моменты, когда вам плохо. Например, когда вы заболели или когда вас уволили с работы, когда что-то в жизни не ладилось. Поэтому, когда нарцисс видит в вас снова ресурсы, он думает, «Ну вот теперь можно полакомиться». Покушать вас, как мясо. Но ему мало будет вас покушать, как мясо. Ему нужно увидеть снова, что вам стало плохо, чтобы в его глазах восстановилась справедливость. А что такое справедливость для нарцисса? Это когда всем плохо, и ему тогда хорошо. Поэтому нарцисс придёт в вашу жизнь обязательно, чтобы нагадить, чтобы что-то испортить в вашей жизни. Если вы думаете, что вы такая теперь сильная, успешная, вы изучили его полностью, все его манипуляции, и теперь вы сами сможете манипулировать, то вы очень ошибаетесь. Как только мы выходим в одно пространство с нарциссом, мы так или иначе впадаем в этот транс, в этот морок. Нарцисс уже над вами издевается и манипулирует. Вы можете это не замечать. Всякий контакт с нарциссом – это уже ваш проигрыш. Даже тогда, когда вам кажется, что теперь-то вы можете ему отомстить, у вас всё в жизни наладилось. Нарцисс обязательно будет что-то портить в вашей жизни, так или иначе. И знаете, почему мы уже проиграли, входя в контакт с ними? Потому что если вы эмпат, то вы обязательно проявите сочувствие, понимание, любовь к этому человеку. А он будет давить на ваши нежные струны души. Он будет говорить, а помоги мне с тем-то, помоги мне с этим. Он будет подтачивать вашу самооценку снова и снова. Вот вы, например, на новой хорошей работе. Он будет говорить, ну и что-то как-то эта работа не очень хорошая. Он будет всё портить то, что уже у вас снова восстановлено. Он будет снова всё портить. Ещё-ещё раз говорю. Поэтому упаси Господь вам снова писать нарциссу, когда у вас всё хорошо. Берегите своё счастье. И идите вперёд. Знаете, что произойдёт? Когда вы ресурсные, он снова всё у вас заберёт. И снова оставит вас на нулях. Поэтому всю ту энергию, которую вы накопили, вы должны тратить дальше на себя, на свой успех, на своё дальнейшее будущее, на своё счастье. С нарциссом нельзя оставаться друзьями. С нарциссом нельзя оставаться приятелями. Он должен быть только в блоке и никак иначе. Потому что этот человек не даст вам быть счастливыми. Он будет обязательно всё рушить и завидовать вам. Если вам нужна моя личная консультация, мой телефон, как всегда, в описании видео. Всех люблю, всех обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok